К труду и обороне готовы? Можно проверить. На фестивале «Сдаем ГТО вместе». Он развернется в детской спортивной школе 12 февраля в полдень. Проверить, соответствует ли физподготовка норме, сможет каждый совершеннолетний житель округа. Подробности у Галины Азаровой. Проверить уровень своей спортивной подготовки может любой желающий. Условия – возраст старше 18 лет, спортивная форма и хорошее настроение. Фестиваль «Сдаем ГТО вместе» состоится в спортивной школе 12 февраля в 12.00. Участникам предстоит испытать свои силы в пяти видах спорта. Все виды, которые входят в фестиваль, они у нас из комплекса ГТО, то есть наклон, для мужчин подтягивание, для женщин отжимание, пресс. И для тех возрастных ступеней, в которых есть прыжки в длину с места, то они у нас тоже проходятся, выполняют этот вид. О программе ГТО уже почти 90 лет. Инициатива принадлежит газете «Комсомольская правда». В 1930 году на ее страницах опубликовали предложение о необходимости разработать единый критерий оценки – физической подготовки молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и награждать значком выполняющих. Программа успешно работала 60 лет. Нормативы были предусмотрены как для взрослых, так и для подростков. После более чем 20-летнего перерыва программа ГТО снова стала актуальной. Президент подписал соответствующий указ в 2014 году. А с 2015-го результаты выполнения комплекса учитываются при поступлении в ВУЗы. В нашем округе комплекс ГТО пользуется большой популярностью в Подмосковье Клин в пятерке лидеров. Значки разной степени ежегодно получают почти 2000 клинчан. Все сдавшие норматив – люди подготовленные. Инструкторы предупреждают – без тренировок новичкам на старт лучше не выходить. Подготовиться как? Наверное, начинать надо с утренних зарядок, немножко шевелиться. Иногда отказываться от автомобилей, пройти лишние метры. Ну и дома не забывать, где-то лишний раз наклон сделать, присесть немножко, отжаться, попробовать. А фестиваль ГТО уже сейчас готов принять более 200 человек. На спортплощадках будут ждать делегатов от учебных заведений и предприятий, а также ветеранов, участников программы «Активное долголетие». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить идентификационный номер. Именно по нему результаты будут заноситься в базу. Справочную информацию можно получить по телефону. Заявки принимаются до 10.00 12 февраля. Галина Азарова, Алексей Буланов, Никита Кистанов. Новости дня.